Вы в битве Родину спасли, преодолели все преграды. Спасибо вам от всей земли, за все спасибо вам, солдаты. О подвиге, которых совершили наши соотечественники более 70 лет назад, знает даже первоклассник. И не просто знает, помнит и чтит. Торжественная линейка, посвященная наступающему великому празднику, Дню Победы, прошла в школе номер 4. Наша с вами святая обязанность, наш долг помнить, что мы великий народ, что мы с вами победили в этой войне, что мы освободили другие народы. В эти праздничные дни хотелось бы пожелать нашим ветеранам здоровья, семейного благополучия, чтобы вас повседневно окружала забота ваших близких и родных. Мы будем праздновать этот подвиг, мы будем поклоняться мужеству и героизму наших людей, тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто мужественно сражался на фронтах. Стихи и песни о величайшей победе в нашей истории исполняют представители подрастающего поколения. Большую программу подготовили ученики четвертой школы. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я к ветеранам избытываю огромное уважение, они защитили нашу страну. Для меня День Победы – это великий праздник, потому что это день, когда освободили мир от фашизма. Тех, кто не сможет разделить этот праздник с родными и близкими, почтили минуты молчания. Для ветеранов День Победы навсегда останется праздником со слезами на глазах. Многие участники боевых действий и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны были немногим старше этих ребят. Помню, мне было 12 лет, помню это событие 9 мая, со слезами на глазах, потому что погибли, отец погиб, брат погиб, со слезами на глазах вспоминаем. Но помним и будем помнить, пока бьется наше сердце. Я желаю вам, чтобы вы росли и не были похожи на тех ветеранов, которые мы сейчас вспоминаем. Завершилось мероприятие выступлением участников конкурса «Строя и песни», который вот уже 12 лет проводится в школе номер 4 накануне празднования Дня Победы. Подготовив тематические костюмы, ученики младших классов устроили небольшой парад, прошли строевым шагом по территории школы. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».